Хочу познакомить вас вот с такой замечательной моей новой куколкой. Это куколка-органайзер, или можно назвать куколка-шкатулочка, или просто куколка-игольница. В общем, она многофункциональная. Я её приспособлю как игольницу. Вот у неё, смотрите, такая сумочка есть, игольница-тыковка. Она тоже будет у нас в мастер-классе, сумочка. Сюда можно будет положить также карандашик, или, например, катушечку. То есть, то, что нужно для шитья. Посмотрите, какая у неё форма замечательная. То есть, выглядит она очень такой объёмной, очень приятная кукла. Я в неё просто влюбилась. И теперь её назначение. Вот такая баночка с крышечкой. Я даже представляю, как я еду в поезде. Всё, что нужно для шитья, я сложила в баночку. И, в общем-то, мне удобно брать вот эти иголочки. Они у меня под рукой. Ножнички у меня под рукой. Даже можно какую-то нарезку ткани положить в эту баночку. Очень удобно, очень-очень. Вы можете такую куколку сшить в любом костюме. То есть, посмотрите, такая попа красивая. Всё у неё так вот очень гармонично. Высота этой куколки 24 см примерно. Это будет зависеть от того, какая баночка у вас будет. Я также хочу сказать, что если будут сшить эту куколку дети, для них это по силам, мы можем лицо просто нарисовать каким-то таким нехитрым способом. То есть, буквально чёрные глазки, белые точечки, блики и розовые щёчки. Этого будет достаточно, а то он будет смотреться очень хорошо. Посмотрим поближе личико. В работе она очень несложная. Шьётся довольно быстро. И это как раз тот случай, когда такую куколку можно подарить. Посмотрите. Вот на этом мешочке, например, можно вышить инициалы. Или на фарточке. Вот такая куколка будет хорошо продаваться. То есть, я бы, например, была очень рада, если бы мне подарили вот такую вот куклу-органайзер. И приспособить её можно не только для каких-то материалов или инструментов для рукоделия. Можно использовать как чайную куколку, например. То есть, это мы уберём. В сумочку мы можем положить, например, маленькую ложечку, а в баночку положить кофе или чай. Мы можем в баночку положить конфетки, например. Ну, всё что угодно. Субтитры создавал DimaTorzok